Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о женской зависти. Очень многие из вас пишут об этом в комментариях, пишут в личку. Многие хотят узнать мое мнение об этом. Дело в том, что примерно в начале марта я записала большой бесплатный вебинар, который так и называется женская зависть. Если вам действительно интересна эта тема, вы можете найти вот на этом канале, на котором вы смотрите это, на моем ютуб канале, найти среди видео в марте и посмотреть вебинар, посвященный зависти. А сейчас я все-таки хотела бы снова поделиться мыслями на эту тему. Слишком уже это актуально. Итак, что же я думаю о женской зависти? Ну, во-первых, я считаю, что это очень полезное чувство. И, кстати, сразу оговоримся, я не думаю, что там женская зависть как-то отличается от мужской. Поэтому, если сейчас мужчины смотрят это welcome, вы тоже получите огромное количество полезной для себя информации, я уверена. Вот. Но все-таки я буду называть зависть женской завистью, поскольку аудитория у меня женская. Итак, я ее считаю действительно очень полезной. Потому что, ну, вот давайте себе признаемся честно, если вы никогда не ловили себя на том, что вы кому-то завидуете, значит, наверное, у вас, я не знаю, или вы просветленный буду, ну посмотрите в зеркало тогда. Я за вас рада, если вы просветленный, или вы находитесь, наверное, на совершенно новом каком-то этапе развития для нас недостижимым. А большая честь людей, вот мы такие простые, грешные люди, мы завидуем. Мы завидуем, ну, признаемся с развитием, с повышением уровня осознанности этого все меньше и меньше, и потом ты это начинаешь отслеживать и все-таки. Надо принять свою зависть, надо понять, что на самом деле она для тебя является ориентиром. Я это говорил уже в своем вебинаре и еще раз, люди, которым вы завидуете, это такие маячки, это указатели, они показывают вам, куда вам двигаться. Пожалуйста, не лгите себе, не прячьте от самих себя это чувство. Не пытайтесь его как-то по-другому назвать, не пытайтесь еще как-то его там, я не знаю, для себя переформатировать, ибо когда вы смотрите на кого-то и испытываете при этом гнев и презрение, у вас есть такое ощущение, ну почему у нее это есть, когда я, например, достойна этого. Я на самом деле никак не делю белую зависть или черную зависть. Когда вы смотрите на человека, и точно у вас есть вот такая некая злость внутри, и какое-то некое такое презрение, это значит, что у этого человека есть что-то, чего вам не хватает. Есть что-то, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя благополучно, чувствовать себя удовлетворенной. Еще раз повторяю, люди, которым вы завидуете, это указатели, это ваши учителя, поблагодарите их. Поблагодарите, скажите мысленно, спасибо тебе за то, что ты показываешь, куда мне идти. Запомните, благодарность это самая мощная молитва на свете. Трудно переоценить важность благодарности. Даже само слово спасибо или благодарю, произнесенное много раз в день, способно поменять вашу жизнь. Итак, признайтесь себе в том, кому вы завидуете. Поблагодарите их за это. И скажите спасибо за то, что ты мне показал, что мне необходимо в жизни. Ответьте себе на вопрос, что же такого человек вам показывает. Может быть, у него чуть больше, может быть, у нее чуть больше внешней волоска, или внешней красоты. И поэтому вы завидуете, вам этого не хватает. Работайте над собой, становитесь лучше, красивее. Женщина всегда имеет доступ к такому состоянию, как красота в любом возрасте. Может быть, там больше материальных возможностей. Делайте это, развивайтесь. Дело в том, что в этом мире полном возможностей, именно поэтому вам пространство показало, вот вы завидуете этому человеку вам туда. Поэтому, вы знаете, прежде всего вы должны поблагодарить тех людей, которым вы завидуете. Дальше. Если завидуют вам. Я тоже получаю довольно много писем, в которых пишут, что вам, вы пишете, что вы чувствуете, что вам завидуют и так далее. Ну, часто мне хочется сказать, ну, не льстите себе, дорогие. Потому что очень часто такое самомнение, и такой самообман о том, что, ой, наверное, мне завидуют и так далее, это попытка поднять собственную самооценку. Но если вы действительно сталкиваетесь с тем, что вам завидуют, и вы от этого страдаете, или не знаете, что с этим делать, то я вам скажу, а подумайте о том, что внимание, которое вам этот человек дарит, это энергия. Я часто говорю на своих тренингах об этом. Внимание – это энергия. Куда идет внимание, туда идет энергия. Внимание – это самая мощная валюта в нашем мире. И представьте себе, если она, они, они вам завидуют, они думают о вас, да, они посылают вам внимание. Вы представляете, сколько самой мощной валюты вы получаете? Просто научитесь это монетизировать, да. Действительно, вот актеры, например, звезды, знают, как этим пользоваться, когда они говорят, что все пиар, что не некролог. Что бы о вас люди не говорили, как бы они на вас не смотрели. Если вы умеете трансформировать эту энергию, энергию, их внимание, умеете трансформировать свои победы в свои достижения, то это будет вам на благо. Чем больше вам завидуют, по сути, тем лучше, потому что, вы знаете, в мертвую собаку никто ко мне не бросает. Но если вы действительно сталкиваетесь с тем, что человек излучает в ваше пространство такие негативные эмоции, как гнев, презрение, ну подумайте о том, что вы можете сделать для того, чтобы этого человека убрать из своего пространства. Хотя самое простое, что вы можете сделать, и самое правильное, это поблагодарить его за это. Поблагодарить за ту энергию, которую он вам дает. Вы знаете, вот так много слов, а ведь ключ ко всему – благодарность. И дело в том, что действительно, когда вы благодарите тех, кому вы завидуете, благодарите тех, кто завидует вам искренне, из солнечного сплетения, отсюда, из груди, из солнечного сплетения, искренне благодарите, искренне посылайте этот поток благодарности, она растворяет все. И вы знаете, запомните еще раз, то внимание, которое люди вам дарят, вы можете его использовать во благо себе и во благо мира. Перестаньте занимать свое время и свои мысли тем, кто вам завидует, и как от этого защищаться. Просто трансформируйте это и несите что-то полезное в мир. Понимаете? Это самое главное, что я хотела вам сказать. На сегодня все.